здравствуйте мои дорогие друзья садоводы-огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица дорогие мои друзья это видео будет называться июль дела садовая 4 серия и если вы хотите чтобы ваши томаты начали очень скоро спеть если вам не терпится то прищепните верхушку и процесс пойдет куда быстрее я не являюсь и таким фанатом томатным поэтому я как-то не спешу события а этот год особенный у нас все опаздывает просто катастрофически все задерживается сейчас конец июля еще вовсю плодоносит клубника что небывалое чудо но существуют все равно томаты которые я обожаю вот маниста шоколадные просто как конфеты их таскаю вкусные черные мне очень нравится японский труфель черный вкусненькие никада розовые будут такие мясистые жирные розовые муж любит такие вот эти томатики называются чего чего сам такая будет оранжевая оранжевая матрешка это тоже черри мне они очень нравятся они сладкие череп черри которые называются по моему красные как же я скажу красные бусы вот такие бусики а это опять жирные будут алсу дорогие мои друзья сегодня 16 июля и я посажу огурчики для того чтобы в октябре у меня продолжена продолжилось плодоношение огурцов я сажаю их в тепличку к томатикам вот мои хорошие посмотрите кстати как красиво цветет базилик фиолетовый я никогда раньше не видела потому что всегда съедалось все все а в этот раз напали мы на зеленый а фиолетовый даже смог зацвести какая милота просто цветы не невероятной красоты цветы очень хорошенькие ну ладно я отвлеклась я буду сажать огурчики мне достаточно и одного куста но я буду страховочно сажать два семечка я разгребла мульчу я специально сделала такое пространство здесь оставляла умышленно потому что я знала что здесь у меня будет огурчик значит я разгребла мульчу пролила раствором фитоспорина землю предварительно я конечно же все там разрыхлила и вот теперь я посадила туда два семечка я теперь припудриваю их слегка перцем для того чтобы никто не посмел даже близко к ним подходить они хоть и обработаны но все равно знаете сейчас развелось и всякой как говорится и могут просто в одночасти выездом все вот хотя конечно здесь особенно никому я не вижу здесь никаких никакой движухи не муравьиной никакой поэтому все равно для страховки как говорится береженого бог бережет и теперь я просто слегка присыпаю их землей слегка присыпаю и значит полью еще раз сверху растворчиком фитоспорина и сверху еще страховочно все таки я все опудрю перчиком ну все теперь никто к ним не подойдет а огурчики должны взойти если по если взойдут оба то буду формировать а если взойдет один то формировать не буду и позволю всем плетям расти дорогие мои друзья конец июля и у нас продолжается сбор клубники ну просто какой-то нескончаемый поток уже у меня значит в июле обычно стоят усы значит укорененные в стаканы в конце июля а тут у меня пожалуйста здравствуйте урожай полным ходом в общем безобразие полное все сместилось а но у нас идут дожди и поэтому проблема вот такая вот с ягодками с гнилыми она имеет место быть да моя дорогая дуся да вот смотрите сколько ягод это уже снимается гнилых поэтому теперь когда значит я сниму все ягодки я постараюсь сегодня вообще закончить сбор урожая например на этой потому что вот такое количество гнилых ягод она меня очень сильно настораживает как бы не привязалась бы сюда вот ко мне вот к этой красоте еще какая-то гниль я сейчас все снимаю заканчиваю вот это вот этот весь сбор и все буду обрабатывать раствором фитоспорина для того чтобы синая палочка уничтожила все гнило сна и она у меня здесь все обеззаразило и чтоб никаких болезней не было клубничники дорогие мои друзья так смотрится бакопа значит тайдал сильвер и колеус в композиции вот на таком велосипедике едут дуся звезду ся везде с мамочкой бегает дорогие мои друзья для того чтобы колеус не смотрелся как дерево с голыми ногами я его постоянно прищипываю верхушечки и он становится такой пышненький кустится вот так вот он мощно вот это уже тоже пора прищипывать а все что я прищипнула я просто ставлю в водичку и колеус укореняется просто великолепно и прекрасно посмотрите сколько там уже готовых растений я пересажу в отдельные горшочки в общем колеус и развиваются очень быстро в воде укореняются просто на 1 2 3 размножайте на доброе здоровье я хочу вам показать каким образом из теплой грядки из-под сена я набираю картошечки на еду для того чтобы приготовить ужин я не выкапываю весь куст я просто подхожу картофель ник у значит разгребаю сено беру самые крупные картошки остальные оставляю расти дальше давайте посмотрим как это будет выглядеть вот примерно вот так ну не то чтобы самые крупные ну вот какие вот найду вот хорошенькая картошечка я ее забираю дальше копаю тут у меня видите какое творится червячки и все они тут у меня переделывают сено так мои хорошие дальше копаю картошечка ну как бы довольно таки нормальная я ее отрываю она еще пока очень крепко сидит потому что еще расти и расти ей ну вот так вот дальше копаю такую картошинку отрываю попробую оторвать ее вместе с столуном вот видите столом какой еще как бы я вот сейчас оторвала там от столу на какой еще жесткий столу на как она еще крепенько сидит то есть еще там прости и расти как говорится час мои дорогие так вот эту я заберу картошечку она хорошая сейчас еще тоже крупненькая довольно таки я ее забираю сейчас оторву ее от столу на видите отрывается она так с трудом конечно вот так ну и смотрю дальше вон там их еще видите как много но мне в общем то ну и на сейчас еще найду вот такую картошинку еще возьму крупненькую так столунчик тоже видите еще какой мощный она еще росла бы и росла но мне она сегодня пригодится она мне сегодня нужно сейчас вам покажу как там кишми кишит у меня видите труженики переделывают сено переделывают на землю это еще маловато пускай порастет вот это вроде ничего ну вот мне вполне себе хватит на ужин больше мне не нужно что теперь я делаю вот эти все картошечки я все закладываю обратно сеном все заложила сеном и теперь я подойду уже может быть к другому кусту может быть к этому же когда мне понадобится я убрала капусту раннюю полностью сейчас я ее поставлю в холодильник чтобы она здесь не кресло а на место где росла капуста я посажу шпинат я убрала старые листья капусты ничего я не перекапываю никогда в своем саду мульчу разгребла по двум сторонам и цапочкой подрыхлила два боровочка под шпинат значит подрыхлила сделала вот такую вот бороздочку в бороздочку посеяла семена шпината через пять сантиметров вот они такие вот видите они обработаны таким зелененьким составом чтобы никто их там не растащил вот так вот он выглядит это голландский шпинат очень жирный вкусненький и теперь я слегка заделываю заделываю их значит в почву вот таким вот образом просто слегка засыпая прямо вот сантиметрик хватит сантиметрика чтобы засыпать полью дождеванием и закрою вместе с капустой укрывным 17 ну вот готова посадила полила и теперь у меня здесь на этом местечке на этом пятачке случился своего рода такой севооборот ни в коем случае нельзя после капусты посадить например какую-то крестоцветную культуру редиску или рукколу нужно обязательно провести севооборот даже если вам ничего не нужно и вы посадите сюда сидераты то сидераты тоже да не должны быть крестоцветные например белую горчицу сюда сажать нельзя лучше что-то посадить бобовое например горошек или можно значит посадить люпинчики можно фацелию посадить самое главное чтобы это были не крестоцветные культуры нужно чтобы земля отдохнула и избавилась от вредителей от болезней крестоцветных дорогие мои друзья боковые побеги брокколи капусты дают вот такие вот прекрасные кочешочки я специально положила их на ладошку чтобы вы могли оценить нот размер то есть довольно такие прекрасные и хорошенькие кочешочки а представьте себе с четырех кустов до с разных сторон в общем это бесконечная капуста если ее не удалять когда снимете основной кочешок дорогие мои друзья если вы еще не определились сортом земляники ремонтантный то я вам рекомендую сорт который называется александрия вот это очень такие крупные ягодки такие длинненькие она очень сладкая очень сладкая и такая довольно таки очень урожайная александрия безусая друзья мои собирая землянику я обнаружила вот такое вот здесь безобразие вот смотрите прямо целый какой-то муравейник здесь у меня образовался пока я значит другими делами занималась а ну в общем неприятная конечно такая история но полным ходом идет сбор земляники поэтому сейчас я применю вот что я беру гель великий воин вот такой вот гель в шприце и вот сюда вот в эти вот местечки несколько капелек нанесу вот этого геля значит этот гель сладкий этот гель очень привлекательный для муравья он сейчас его будет не кушать а набирать в лапы и уносить в колонию и погибнет вся колония я делала уже такое не раз потом покажу результат работы этого геля вот так выглядит мой сад с высоты птичьего полета моя маленькая игрушечка в лесной чаще а если это видео вам понравилось то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока